Код неисправности OBD2 Техническое описание – высокий уровень сигнала в цепи датчика положения управления турбонаддувом и квот, B и квот, что это означает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к автомобилям, оборудованным OBD2 и имеющим турбокомпрессор, Ford, GMS, Chevrolet, Hyundai, Dodge, Toyota и т.д. Несмотря на общий характер, конкретные шаги по ремонту могут отличаться в зависимости от марки, модели, этот код неисправности обычно применяется ко всем двигателям с турбонаддувом, оснащенным OBD2, но чаще встречается в некоторых автомобилях Hyundai и Kia. Датчик положения управления турбонаддувом, TBS-PS, преобразует давление турбонаддува в электрический сигнал для модуля управления трансмиссией, PSM. Датчик положения управления турбонаддувом, TBS-PS, предоставляет дополнительную информацию о давлении турбонаддува в модуль управления трансмиссией или PSM. Эта информация обычно используется для точной настройки количества наддува, обеспечиваемого двигателю турбонагнетателем. Датчик давления наддува предоставляет PSM остальную информацию, необходимую для расчета давления наддува, каждый раз, когда напряжение на сигнальном проводе датчика TBSPS превышает установленный уровень, обычно более 4,8 Вольта, PSM установит код P2589, этот код считается неисправностью только электрической цепи, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа датчика и цветов проводов к датчику. Обратитесь к руководству по ремонту конкретного автомобиля, чтобы определить, какой датчик B у вашего конкретного автомобиля, связанные коды цепей датчика положения управления турбонаддувом, B. П2586 Цепь датчика положения управления наддува турбокомпрессора, B. П2587 Датчик положения управления наддува турбокомпрессора, B. Диапазон, рабочие характеристики цепи П2588 Датчик положения управления наддува турбокомпрессора, B. Низкий уровень сигнала П2590 Управление наддува турбокомпрессора Прерывистые, нестабильные симптомы в цепи датчика положения, B. Симптомы кода П2589 Могут включать Горит индикатор неисправности Плохая работа Неуверенность во время ускорения Снижение экономии топлива Причины, возможные причины установки этого кода Короткое замыкание на подачу питания в сигнальной цепи к датчику TBSPS Возможно, обрыв в цепи заземления на датчике TBSPS Возможно, неисправный датчик TBSPS Скорее всего, неисправный PSM Маловероятные процедуры диагностики и ремонта Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания ТСБ Для вашего конкретного автомобиля Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением Выпущенным производителем И может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Затем найдите датчик TBSPS На вашем конкретном автомобиле Тот датчик обычно ввинчивается или прикручивается непосредственно к корпусу турбокомпрессора После обнаружения визуально осмотрите разъем и проводку Ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик Разъедините разъем и внимательно осмотрите клеммы Металлические детали внутри разъема Посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной Дайте высохнуть и нанесите электротехническую смазку на контактные площадки Если у вас есть сканирующий прибор, удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, возвращается ли код P2589 Если это не так, скорее всего, проблема связана с подключением Если код P2589 действительно вернется Нам нужно будет протестировать датчик TBSPS и связанные с ним цепи При выключенном ключе отсоедините электрический разъем на датчике TBSPS Подсоедините черный провод цифрового вольтметра к клемме заземления на разъеме жгута проводов датчика TBSPS Подключите красный провод цифрового вольтметра к клемме питания на разъеме жгута проводов датчика TBSPS Выключите двигатель Проверить спецификации производителя Вольтметр должен показывать либо 12 вольт, либо 5 вольт В противном случае устраните разрыв в проводке в проводе питания или заземлении или замените PSM, если предыдущий тест пройден, нам нужно будет проверить сигнальный провод, не снимая разъема, переместите красный провод вольтметра от клеммы провода питания к клемме сигнального провода, теперь вольтметр должен показывать 5 вольт если нет, устраните разрыв в сигнальном проводе или замените PSM, если все предыдущие тесты были пройдены и вы продолжаете получать P2589, это, скорее всего, будет указывать на отказавший датчик TBS-PS, хотя отказавший PSM не может быть исключен до тех пор, пока датчик TBS-PS не будет заменен, если вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному автомобильному диагносту, для правильной установки PSM должны быть запрограммированы или откалиброваны для автомобиля.